МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Секу ООН серьезная конфронтация на Персидском заливе будет иметь разрушительные последствия для всего мира. ОАЭ примкнули коалиции по охране судоходства на Ближнем Востоке. Сенат Румынии провозгласил 12 октября днем армянского языка, алфавита и культуры. В Гюмри состоится трехбюрный рок-фестиваль «Даланфест». Цовинар Милконян пожелала прокомментировать результаты своего анализа ДНК. Результаты удивительны, но в то же время они оскорбительны и предвзяты. Результат анализа ДНК в скупах моей мысли и комментарии отметила она. Ближний Восток, фактически Иран, потому что у меня иранская родословная по материнской линии 4%. После этого я отправила электронное письмо в лабораторию, которая проводит эти тесты. Я прочитала результаты моего анализа ДНК. Я надеюсь, что познакомившись с моей фамилией Милконян, вы должны быть в курсе того, что кто ее носит, имеет армянское происхождение. Я удивлена тем объяснением, которое вы дали, поэтому вот мои комментарии ниже. Вы размещаете большую часть анализов моего ДНК в регион Турции. Но прежде чем стать турецким, этот регион был Западной Арменией. Отсюда и мое происхождение. Почему нигде это не упоминается? Я считаю несерьезным предоставлять только усеченную информацию, которая в конечном итоге имеет тенденцию полностью затмевать Армению, как если бы она не существовала и не существует. И как если бы происхождение армян начиналось с Турции. Что касается доли еврейской части моего ДНК, которая также отражена в результатах моей дочери и моей внучки с аналогичным процентом, у меня большие сомнения на сей счет. Если подумать, что моя дочь от французского отца, и чья бабушка по отцовской линии могла быть еврейкой, и моя внучка также от французского отца, имеет еврейское происхождение, для моей ситуации это почти невозможно. Два моих родителей армянского происхождения. И как мы знаем, евреи женятся друг на друге. Для информации, вы отмечаете, что генетическое наследие современных иранцев и современной Турции восходит к древним персам и тюркским народам, соответственно. Древние персы были кочевниками, которые вошли в область в X веке до н.э., в то время как Турция была домом для охотников-собирателей со времен предыстории, до того, как Александр Великий окончательно ее эллинизировал. Откуда вы берете эту информацию? Там нет никаких следов, этого нет. Преобладающими культурами и языками Западной Азии является персидский, но не турецкий. И арабский. В то время как его крупнейшими религиозными группами являются мусульмане, шииты и сунниты. Кроме того, есть также несколько религиозных и этно-религиозных меньшинств, таких как христиане, для информации. Армения – первое государство, принявшее христианство как государственную религию. Персидский ковер является хорошо известным элементом местной культуры. Иранцы были первыми людьми в истории, которые соткали ковер. И сегодня они производят больше ковров и ковриков, чем остальной мир. Многие историки также связывают этот регион с появлением прав человека, поскольку хартия Кира часто считается самой старой универсальной декларацией прав человека в мире. Турция не существовала как таковая, когда армяне уже действовали на исторической сцене. Спасибо за внесение ясных изменений в вашем отчете. Вы не можете приравнивать армян к туркам с точки зрения их происхождения. Я подожду вашего ответа, прежде чем напишу о вашей ошибке в интернете. Отмечается в письме. На заседании правительства Армении был одобрен проект Министерства иностранных дел об открытии посольства Республики в Израиле. Необходимость открытия посольства в Израиле обусловлена тем обстоятельством, что Израиль является важным игроком в регионе Ближнего Востока, и его политика непосредственно влияет на формирование и стабильность региона. Создание посольства направлено на государственное участие в многовековом армянском присутствии правовое обеспечение сохранения культурного и исторического наследия и святых владений Армянской Апостольской Церкви, отметил на заседании правительство глава МИД Зобра Пана Цаканян. Правительство Армении также утвердило проект открытия посольства Республики в Эфиопии. Зобра Пана Цаканян отметил, что именно в столице Эфиопии, Адис-Абебе, расположена штаб-квартира Африканского Союза, членами которого являются все африканские страны. Конгрессмены США Джеки Спир, Кончелян, Джуди Чу и Фрэнк Палоне в рамках своего недельного визита в Армению, намеченного на 1 октября, решили также посетить Нагорный Карабах. Как сообщает Армен Пресс, со ссылкой на Голос Америки об этом заявила представитель Пасадены Джуди Чу в рамках мероприятия Армянской Ассамблеи Америки, состоявшегося в Конгрессе США. «Я с большим интересом планирую посетить Арцах, чтобы самоубедиться в ситуации». Инициатива конгрессмена Чу, принятая месяц назад большинством в палате, представители США планируют выделить 4 млн долларов на реализацию предложения Ройса Энгеля о прекращении огня в Карабахском регионе. На эти деньги будет установлено специальное оборудование вдоль линии соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, чтобы помочь определить, какая из сторон нарушила режим прекращения огня. Эти меры направлены на содействие миру и привлечение к ответственности тех, кто нарушает соглашение о прекращении огня. Эксперты ООН отправились в Саудовскую Аравию, чтобы исследовать взрывы на нефтяных объектах в выходные дни. Об этом заявил генсек ООН Антонио Гутериш, предупредив о разрушительных последствиях в случае обострения кризиса, передает АФЭП. По его словам, что экспертам было разрешено начать расследование в соответствии с резолюцией Совета Безопасности, которая одоглила ядерное соглашение 2015 года с Ираном. Эксперты ООН уже отправились в Саудовскую Аравию и, очевидно, они будут выполнять свою работу в соответствии с мандатом, предоставленным им Советом Безопасности, отметил Гутериш журналистам, добавив, что решительно осудило это нападение. МИД Объединенных Арабских Эмиратов объявил о принятом решении относительно присоединения страны к создаваемой США международной коалиции по охране нефтяных перевозок в Персидском заливе и Орнсусском проливе. Как передает Армен Пресс, об этом сообщило государственное информационное агентство ОАЭ ВОМ. В заявлении МИД отмечается, что основанием для решения стало стремление к обеспечению глобальной энергетической безопасности и непрерывного поступления энергоресурсов в мировую экономику. Накануне коалиции, в которую уже вошли Австралия, Бахрейн и Великобритания, присоединились также Саудовская Аравия. Сенат Румынии 18 сентября единогласно принял законопроект о произвлашении 12 октября днем армянского языка, алфавита и культуры в Румынии. Об этом сообщает посольство Армении в Румынии. Законопроект был представлен по инициативе депутатов парламента Румынии, вооруженного Памбукчана и вооруженного Сканяна. Согласно внутренним процедурам Румынии, законопроект также должен быть одобрен в Нижней палате парламента и подписан президентом страны. В Гюмрии 22-24 сентября пройдет трехдневный рок-фестиваль «Даланфест». Фестиваль организован Товариществом Манукян и Департаментом культуры и по делам молодежи муниципалитета Гюмрии при финансовой поддержке Министерства культуры. Программа реализуется при участии рок-группы «Бамбир». Это также прекрасная возможность для всех тех, кто посетят 21 сентября Гюмрии в 28-м годовщину независимости Армении и не поспешат покидать город. Это захватывающее трехдневное развлечение для всех, сказала Армен Пресс-менеджер проекта Лилит Товмасян. Три главных концерта состоятся 22 сентября, Сэппл Сок, Ханзори Сок 23 сентября, Спейс Бэнд и 24 сентября Розенталь. Все концерты начинаются с 17 часов. До тех пор эти районы будут модернизированы и освещены. Гюмрийский технологический центр также обещает интересный сюрприз в дни фестиваля. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Хайк Хаджер Ев Айк. Далее мы представим вашему вниманию Хайк. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok